Российская наука в области нейробиологии имеет очень глубокие исторические корни и существует прекрасная лаборатория работающая в области нейробиологии в частности в нейрофизиологии основном в Москве в Питере вот есть в Казани две лаборатории которыми руководят наши казанские академики это Евгений Евгеньевич Никольский и Андрей Львович Зефиров лаборатории очень успешно и успешно развиваются хотелось бы отметить еще три лаборатории которые были созданы вообще по правительственному постановлению 220 по которым был создан наш проект было создано еще три лаборатории в области нейробиологии это лаборатории которые занимаются исследованиями клеточных механизмов нейродегенеративных заболеваний лаборатория Ильи Бирс без прозванного в Петербурге очень хорошая лаборатория Юлия Ковач в Томском университете создала нейропсихофизиологическую лабораторию которые они занимаются очень интересными исследованиями роли генов и внешней среды на развитии нервной системы интеллектуальных способностей детей на основании сравнительного анализа близнецов которые имеют генетически идентичный материал но на основании этих исследований можно определить а что же почему например если эти близнецы были разделены почему один отличается от другого но наверняка из-за того что внешняя среда была иной да вот такой прием используется очень интересный вот еще одна лаборатория была создана Александром Дитятевым в Нижнем Новгороде в этой лаборатории исследуется так называемый внеклеточный матрикс его роль в работе нейронов и заболеваниях нейронной системы так что принципе я вижу что наша наука нейробиология благодаря вот этому постановлению правительства и другим мероприятиям она получила очень мощное развитие в нашей стране во всем мире об этом знают об этом проекте все знают и я хочу сказать что вот скажем наши сотрудники это в том числе принимали участие в европейской конференции общество нейронаук который в милане проходил в этом году в италии я должен сказать что там было представлено очень много работ из российской федерации они так очень хорошо были восприняты